Так Виноградов, здравствуйте Я каждый раз говорю, вот он А, слушайте Вы мне сегодня Или вчера, сегодня Прислали ссылку Там речь идет Я просто до этого не дошел Сильно много Долго говорил о других делах Там закончилась Браурная статья 30-летняя Там была сказана Тяжелейшая работа Так скажу Обтекаема уральских ученых По созданию Нового сорта Уссурийской Сливы 30 лет 30-граммовые И фотография, которая Честно говоря Не вызывает Какого-то восторга Вот А у нас такие сливы Появились еще До того, как я сюда приехал Вот Причем Они были в каждом Творе Я так удивился Когда увидел этот шедевр Думаю 30 лет над этим работали Это лишний раз Говорит вот о чем Друзья Хватит заниматься Это называется Стрельба по воробьям Из пушки Вот Руки в ноги Командировочные И Лучше казенная машина Где их взять Вот Оплатили вам бензин Оплатили командировку Заплатили Хорошую зарплату Изяйте И все что есть Собирайте Вы на Урале? Назвать вам фамилии? То что гораздо лучше Того что вы 30 лет Создавали Вот о чем речь идет И так в каждом районе Хватит И херней Заниматься Вот Я даже вас Поздравлять не буду За 30 лет Создать шедевр Который у нас В каждом деревне В каждом этом 30 лет назад был Так Сергей Второй мой помощник Тебе тоже Здравия Антон Сафронов Тут вообще Второй номер Когда-то он будет Второй номер Еще и садоводом Не только Организатором Так Железу Ответственен за Кострому Рассказываю Юра Рассказывай Как анекдот Я тебя всылаю Косточки Ты половину Даешь соседу Сосед выращивает Получает абрикосы А ты сидишь Без абрикосов В такой момент Был Был Признайся Вот Видишь Как у меня Немного юмора Не помешает Вот Интересно Позавидовал соседу Или нет Когда у него Мои абрикосы Заплодоносили Так Брянск Завод собой Но это правда Не тот Брянск На кого я подумал Там Брянск Он вокруг Мезиного Олег Олега Должен объединяться По-моему Лидеры там Так что Имейте ввиду Виктор Так Казахстан Да Несколько человек Там со мной Связывались Получали Черенки Косточки Саженцы Какой-то Неоднородный Казахстан На юге Там Казалось бы Своего Должно быть Полно А на севере Там Сибирь Там Бессибирских Сортов Не обойтись Так Селевушка Новосибирск на проводе За бортом 30 Нормально Присоединяюсь Поздравлением Так Виноградов Минус 1 Северин Северин По-моему Всегда была О Память теряю Саратовской Нет Все Память теряю По-моему Нашим меркам Это юг Так Татьяна Спасибо За поздравление Свиньин Ответственную За дальний За северо-запад Во Вы у нас Теперь там Ответственные Но это Такую наглость Иметь Верга Что там На чего Привали На черноплодку Еще на что Вот и все У вас Просто-напросто Я лишний раз Убеждаюсь Дело не в климате Дело не в Географической широте Хоть бы под самый Этот забрались Под самый Полярный круг Вот Дело в людях Так Елена Добрый вечер Екатерина Тоже Добрый вечер Александр Николаевич Раскарала Здравствуйте Добрый вечер Валерий Константинович С наступившим 2021 годом Удачи и здоровья У меня растет 12 лет вишни Не плодоносит Но к счастью Привитые ветки Дают обильный урожай То есть Это привитые Так У дерева нет основного ствола Но есть несколько Скелетных толстых веток 7-8 сантиметров в диаметре Как правильно спилить Это вишни на омоложение Чтобы отросшие ветки Можно было сделать Прививки другого сорта Так чтобы привитые ветки Потом стали скелетными Лучшее переживание Спиливать как можно ниже Нужно пилить Так Сложно мне Сложно 12 лет Одна и та же Уже привитые ветки есть Не привитые Не плодоносит Вот Обрезать Я могу сказать В общем В целом Оставляйте Одну четверть 12 лет вишни Вот Тогда Часть веток Которые останутся Они устремятся Именно вверх Ладно Одна треть Оставляйте Две трети Спиливайте Ну а дальше Все как вы хотели Так Вы получили Результат посадки Семен культурных яблонь На прошлом вебинаре Все описала А сообщение Мое пропустили Вроде ничего не пропускал Покупать семена Культурных яблонь Груш Пустое занятие Трата времени И денег Так Чьи Людмила Чьи у вас Посадки Семен культурных яблонь А чьи у вас Яблонь От привитых От непривитых Значит сообщения Идут разные Вопрос очень серьезный Смотрите Значит Вот я Где-то у меня есть Ссылка Там Ролик Фильм Где семья Стоит посреди леса И показывает Прекрасную Яблоню Плодносящую С крупными Явно Они утверждают Кустными плодами Совершенно культурные А выросла Случайная семечка Посреди леса Вот Причем Никого обмана Вот он Может найду Покажу Это одна крайность Да Это же крайность Когда Грушев Сладчайший Мировой лидер Когда Лесная Красавица Нашел Бельгийский фермер Это один пример Да Вот Есть положительный Пример у Чернобаева Пусть в два раза меньше Но вкусная Есть положительный пример С это самое С Аленушкой Вот Если все собрать За мою жизнь Там получится Примерно так Соотношение Удач и неудач Два к одному Польза удач Но никакой гарантии Понимаете Вот возьмите Что я на прошлом вебинаре Я не Может быть Вы поздно написали Я вообще-то старался Ничего не пропускать Вот Или может быть Попросил от вас Фотографии Не помню Значит Получается так Вторая крайность Это Мичурин Его пример Христоматийный Семечки С Антонова Получились Совершенно Бесполезно Кажем так Ну то есть Дикими То есть Получились дички А Антоновка В свое время Была привита На дичок И он решил Что через Поколение Вот так Перешло В это Уже В следующее поколение То есть Уже Семенное Размножение Вот Получился дичок Ну правда Я еще допускаю Что кто-то еще Мог опылить Он же не просто Получил Косты Эти самые Мелкие плоды Антоновки Из семян Но у него же Еще мог быть Второй отец А кто там Второй отец Кто его знает И вот Получилось Пчелы Они же Не знают Границ Получилось Так что Есть две Крайности Вот Я Специально Сейчас Минуточку Это У нас В принципе Сегодня Не много По этих Писем Я Сейчас Холодиль Никак Ничего Принесу 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 Я благодарен За этот вопрос Он немножко Разнообразит Сегодня Короткие Это Самые Все таки Мне еще Кажется Праздник Сказывается Да Догадались Смотрите Вы видите Вот это Вот Я даже Свет Кручу Из-за Бардака Вечная Не люблю Свет Кручать Смотрите Вот это Жигулевская Она Не крупная Не мелкая Вот Надеюсь Разглядели Почему Она у меня Сейчас Лежит Отдельно Она Ждала Елена Александровна Савинича Она должна Была Сидеть Рядом Но Не сбылось Вот Так Не сбылось А на самом Деле Я хотел Она тут Сидит А я Показываю Также Вам И говорю Елена Александровна Поймите Сейчас У нас Две Темы Одна Сливается Из Одного Яблока Я И Показывал И Вам Показывал На экране Как Я Морил Эти Яблоки Мне нужны Были Семена Семена У меня Покупают Ну Как-то Трудно Представить Что Вот Такого Яблока Это Не самое Крупное Я вам Показывал Крупнее Вспоминайте Вот Когда Их Было Много Весь Балкон Был Заварен Так Вот Значит Тут Видите Как Написано Редак Посадки Семен Культурных Яблонь Что Там У нее За Яблонь И Довела Для Доплодношения Тут Непонятно Написано Пустое Занятие Допустим Не дошли Может Погибли Может Будучи Непривитые Они могли Просто Замерзнуть Особенно Если Ну А если Семена Были взяты Из этих Из импортных Яблок Они наверняка Будут Культурными Почему Потому что Вряд ли Там Где-то В Италиях И Испаниях Привали На дикарей Типа Сибирки Или Российские Дички Вряд ли Тогда Там Косточки Наверняка Семечки Дойдут До Полношения И будут Довольно Крупные Может быть Такие же Но Не дойдут Из-за того Что просто Погибнут Допустим Мы этого На данный момент Не знаем Поэтому я Общими словами Допустим Что у нее Они Из семечек Ну Назовем их Рыночные Базарные Съели Вкусные Плоды Посадили Один вариант Другой вариант Если у меня А у меня же На дичках Допустим Она имела ввиду Мои Семечки Взятые у меня С одной стороны Роскошь Это средненький Это не какой-то Я вам показывал Выдающий Вспоминайте Молидол глотали От зависти А здесь Получается Даже у такого Средненького Жигулевская Она не может быть Средненькая Такая уж Плохенькая Значит Привита На сибирку Если Мичурину мерить Покупать у меня Семена бесполезно А я Показывал фотографию Они были полугнилые Запросы были Заказы были А я должен Деньги зарабатывать А я же Прекрасно Яблоки гноил Я вам показал Полузнившая А мне надо было Довести до Созревания Быстрее Они же могут Сюзиму лежать А я не знаю На каком этапе Можно семечко брать Я тогда На морозец Тепло На морозец Тепло И вы видели Полугнилые И тут Две темы сразу Когда я Расковариваю эти гнилые Они уже превратились в семена Среди них оказалось Вот это И меня помощница спрашивает А его тоже разрезать? Я говорю нет Потом она лежит в холодильнике Я жду Елену Александровну С братцем Иванушкой И значит это Думаю Елена Александровна Спрошу ее Ну нет ее Ладно Выполняет заказ Науки Мерит мой сад Только поперек Так вот Я хотел спросить Елена Александровна Смотрите Все Полузгнили То есть Я Это называется Ускоренное созревание Семена Они полуценные Головное сечение дают Или как так Зуб дают А это Лежало с ней И ничего еще не случилось Тогда возник уже второй вопрос Это к ней я хотел Семечки из него Я и дальше буду его морить Ну то есть пока она сама Не перезреет Она же когда-то Должно перезреть Семечки из него Будут Дадут Поколение следующее Более Зимостойкое Более Лежкое Я этого не знаю Пусть бы она ответила А ее нету Ну ладно Вот Вот ради этого оставил И вдруг Считаю ваши Как-то бы мне не хотелось бы верить Что Пусть оно Не самое крупное Чем-то хвастаться Среднее Для Жигулевской это среднее Вот Чем бы оно Почему у нее должны быть дикие Вот душа не лежит Считать что Как вы написали Пустое занятие Тратьте время и денег Человек за 10 семечек 200 рублей платит 10 Много Это 2 бутылки пива Если 3 бутылки пива То отравлено Ну то есть Которое это Надо Вы знаете Купили вы 3 бутылки пива По 70 рублей Это как раз цена 10 семечек Вот Советую что дальше делать Не Надо все делать аккуратно И правильно Берете Эту Открывалку Все 3 открыли Зашли в туалет И унитаз вылили Это вам повезло Не дай бог Попробуйте Вот А за эти 200 рублей Вы можете 10 семечек Куда-то купить Кто продолжит Эксперимент У меня найдется Одну сотню Семечек Вот И часть уже продала Я надеюсь на реакцию Сколько ее ждать Не знаю Ну я думаю Лет 6 8 Не повезет Может и 10 Вот так Вот я так На ваш вопрос Отвечаю То что Вы понимаете Мы с вами Постоянно Сталкиваемся С основными сортами Его До сих пор Наука Она отрицает Само понятие Вегетативной Гибридизации То есть Когда Вот так вот Два соединили Вот И Получили Третье Ни низ Ни верх А что-то Или среднее Между ними Или вообще Какой-то непонятный Плод Все бывает В жизни И то И то И то Может быть Вот Не знаем Но когда Она Наука Получает Новые сорта Она берет Скричивает Получает Все Ну Догадались После скрещения Что получается Нет Нет Скрещивание Семена Затем Оно Высаживает Их А затем Господи Как вы меня Достали Вот Вопросами Ребята Сейчас Сейчас Эх Где Где у меня Тут еще Пишет 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 Гриденко Матвеева Вы мне Тут такой Сюрприз Поднесли Так Хоть Дойти бы Именно Это Так Вот это Поздравление Вот здесь Ага Смотрите Сюда Ну Виноград Это не Мое Вот Почему Сейчас Поймете Не Мое Вот Это Уже Кажется Мое Это Скорее Все Мое Они У меня Покупали Эти Самые В гостях Были Саженцы Покупали Сейчас Покажу Вот Чтобы Получить Антоновку 400 граммовую Или Опорт Ламатинский 600 граммовый Это Надо Было Вначале Вырастить Из Семечка Понимаете Понимаете Все Показал Нет О А вы Говорите Пустая Трата Времени Вот Примерно Так Я Отвечаю То есть Я Рассчитываю На Волшебников Которые Романтиков Фантазеров Потому что Можно Нафантазировать Вот Такой Вот А может У Натали Матвеева Вот это Вырасти Пусть Это Прививка Ну Кто-то Первый Плод Получил Из Семен Прививка Она Не взялась Да Мы Научились Увеличивать Прививки Да Для этого Есть Предпосылки Да Был Когда-то Райский Сад Культурные Деревья Были До того Как Мы Появились На Свете Пусть Как Некоторые Ученые Вот так Делают Когда Я говорю Что Они Появились Раньше Нас Это Не Мы Их Не Люди Не Мы Их Сделали Такими Именно Поэтому Они Повторяют Потом И Семен Себя Не Всегда Еще Учитывайте То Это Последнее Извините Я Может Разговорился Но Именно Обращаюсь Семен Я Не Знаю Где Вы Живете На Данной Секунде Чем Северный Климат Это Уже Средняя Полоса России Так Называем Средний Сибир Среднерусская Равнина Это Все От Питера До Урала Так Плюс Вся Сибирь Южная Сибирь Само Собой Урал Само Собой Примария Там И прочее Прочее Плоть До Камчатки Где Не Бывает Соргаз Сокморозов Так Все Это Все Это Они Этих Семена Пытаются Или Погибнуть То есть В виде Саженцев Так Вот Ваш Вариант Да Вот Покупать Культурное Пустое Занятие Ваш Вариант Или Это Или Они Просто Не то Что Дичают А Приспосабливаются Для этого Нужно Дать Может быть Даже Не меньше А больше Плодов А значит Больше Семян Но Плоды Уже Не такие Как Хотелось Бы Вот Как Этот Взял Посадил Семечко С роскошного Яблони Забыл Какой Получил Вот такие Яблочки Но Вкусные Это Наш Друг Чернобай Это На Моих Глазах Это Непонятно Фантазии Помните Как Эти Сколько Фантазий В интернете Так Ну Что Про Это Я Сказал Все Вероятность Спросите Такая Все Что Жила На Это Мое Уже Официально Ответ Вот Уважаемая Людмила Семенов Все Что Жила До Этого На Морозостойких Настоящих Морозостойких Подвоях Помните В Европе Привайте Культурные Морозостойкие Но Культурные Там Тут Убра Не Пройдет Но То Что Жила На Супер Морозостойких Подвоях И Получились Вот такие Плоды На Привоях Так И Вы Привьете Ой Привьете Я уже Заговать Вы Семечко Посадите Уже С этого Семечка Оно Уже Не Замерзнет Но Гарантии Нет С Какая 30 на 70 70 на 30 50 на 50 Помельче Но В каких То Условиях И этому Радоваться Надо Там Культурных Вот этих Яблоках Которые Вы Взяли Из которых Семена Вот Показывал Они же Как раз Супер Морозоких По двое Это же Омск Матвеев Это Омск Это вам не шутки Вот там Как раз Можно получить Такие же Не замерзнут Мельче Тем более Не замерзнут Еще мельче Но извините 10 семечек Это Варианты Как раз и будут Такие же Парочка Троечка Поскромнее Парочка Троечка Дикарей Пусть даже Половина Но Пустое занятие Это неправда Здесь собрались люди Вот может быть Кроме Вас Я не знаю Ваш опыт Он ограничен Я собираю информацию Со всей планеты Уже не со всей России Со всей планеты Ваш опыт Ограничен Видите Я так немножко Как на митинге Так Я иначе не могу Вот Ваш опыт Ограничен Надо бы еще Посмотреть А далеко Глубоко Закопали Эта самая Семечка Не получилось Так что Оно Будучи вот так Закопано Да еще Сырое место У вас там Сгнили Через пять лет Там где Глиняная почва Там всегда сыро Дождь прошел Через месяц Он еще Сырой И это проходил Подмосковье Так Ну что Хватит Дальше Каждый Поймет Как захочет Вот Но вот Это вот Это вот Дикарем Никогда не будет Вот Как-то Зуб даю А нет Анатолий Обидится За такие Мои эти Клятвы Вот это вот Никогда не будет Дикарем Только И морозостойкость У него уже Сибирская Только С ним Поработать Не згноить Как Тимоша и тот Уже знает Не згноить Вот Резаешь Выпилишь Эти Вышли Целиком Западлысой Земли Через 2-3 года Опять Резать Надо Опять Так же Как абрикос Только Не посадите В ямку Только Не заглубите Корневую шейку Невозможно Невозможно Уничтожить Вы понимаете Это уже Надо Специально Специально Прийти туда И сказать Вот Топор Лопаты Будем Выкапывать Корни Потому То что Называется Когда целиком Выкапывает Вот Забыл Ну В общем Поняли Так Александр Смотрите Вопрос О скелетных Прививках Яблони Растет кустом Были Сделаны Две Прививки Хорошей Яблони Остальные Ветки Невкусные Яблоки Ветки Невкусные Диаметры 5-10 Сантиметров Можно Или Их Перепривить И Следующий Вопрос Можно Просто Отрезать Спиньком Или Пополам Или Перепривить Господи Александр Николаевич Это Вы Вопрос Задаете Вы Лекции Читать Должны Я Думаю Кому Оставить Все Это Хозяйство Вот Вы Один из Тройки Самых Умных Вот Я Сейчас Может Этот Вопрос Как-то Я Так Не Могу Мне Нужно Обязательно Фотографию Мне Нужно По Принципу Помните Как я Говорил С одной Стороны С другой С другой С другой С другой С другой Я По Другому Не Могу Вот До Сюда Мы Дошли Нет Свинина Мы Изучали Окази Я Сейчас Вопрос Сюда Запишу Вот Вот Она Реклама Вот Вот Это Дебилизм Вот Это И Есть Царство Дебилизма В Стране Сергей Умнейший Мужик Видите Что Написал Любая Обрезка Привыка Нарушает Теоретическое Поле Так Вот Мы На Колоде Нарастановились Вот Ваш Вопрос Александр Николаевич Я Даже Не Ожидал Что Вы Будете Спрашивать Ну Все Таки Это Спасибо Для Вас Еще Авторитет Вот Раз Вы Спросили Отвечу С Фотографией Ладно Так Что Там У нас Осталось Невзор Алтай 43 Да Алтай В этот Раз Вы Знаете Алтай Он Как Он Всегда Отличался Ну Как В Лучшую Сторон Я Всегда Гадал Почему В Старых Разных Там Источниках Плоть до Географии Писали Знаете Как Вот Поверьте Ладно Один Раз Резало Глаза Сибирь И Алтай Сибирь И Алтай Тогда Получалось Сибирь Сама По Сибирь Сама По Сибирь Потом Из Получил На Алтай Распахали Целинные Земли Начали Переворачивать Рожь Твердых Пород То есть Самые Лучшие Так Это Это Был Подъем Пселины На Все Эти Крестьяне Захотели Иметь Сады И Сады Там Были И Считалось Что Там Лучше Эти Для Садов Места Особенно Предгорь Южные Склоны Ага Черт Про Алтай Я Читал Что Там Какие Там Мусоны Пассаты Я Утрирую Что Там Не Бывает Меньше 20 Град Наверное Бывает Но На Другом Алтае В Другом Месте Там И 50 Бывает Вот И Так Что Ничего Удивительного Что Вы Пишите 43 Четвертого Это Много Еще Несколько Дней Начну Деревья Гибнуть Плодовые Так Семен Людмиле Изучаю Яблони Растущие Вдоль Трасс Ато Мобильных Яблоки В среднем По мелкие Но Вот Вкус У большинства Не очень Хотя Есть Исключения Но Все Так Это Прививка С Хранения Отборного Вкуса Правильно Он Говорит Но Все Так Я Найду Постараюсь Найти Твой Ролик Да Где Но Это Исключение Может быть Исправил Вот Еще Как Сказать А вот Когда С полу Культура К сравнению Так Дикари Получается Точно Точно Вот А Допустим Вот В стадии Невзора Про заброшенные Сады Колхозные Там Попадаются Шедевры Вот Именно Шедевры Какая-то Часть Дичают А какая-то Часть Еще Долго Сохраняет Культурное Качество И С ними Можно Работать Например Если она Какие-то Качества Потеряла А Веточку Возьмешь Привешь Смотришь Возродились Вот Даже Знаете Очень трудно Невозможно Объяснить Смотрите Что получается Есть Допустим Десяток Уникальных Сортов Которые Растут У меня Еще У кого Ну У У Латинкова У наших Этих Самых Как их Назовем Учеников Там Было Четыре Сорта У Чернобаев Академик Этот Взял Спилил А зачем Ему Стопнуло Ну Что вы Хотите Художник Где-то Там В облаках А тут Портят Газон Лежат Ковры И газон Портят Гниют А куда Девать Ну Спилил Но Это Крайности И Это Все Вопрос Есть Там Один Два Сорта Там У наших Этих Волшебников Там Которые Остались Допустим Бодры Парочка Включая Мое Вот Там Этот Сам Филиппев Который Сам Не знает Каким чудом Владеет Не Сорт А Шедевр Тотаров Ну Вот Почти Все То есть Я Назвал Всего Человек Пятнами Откуда У нас Вот Это Роскошь Почему Мичуринский Я брал Вот Такое Еще Морщился А он Стал Стоси Слищим Грамм Не Могу Понять Пока Я Не Начал Фантазировать За эти Фантазии Меня Вот Так Вот Не Было Таких Вот Огромных Много Лет Назад Они Они Как Эти Где-то Обеспечил Совместимость Биологическую Он Крупнее Стал Еще Поколение Еще Крупнее Все За голову Хватает Ну Ладно Куда Там Нам До Этого Когда Я Видел Фотографию Покажу 140 Граммовый Амур Если Это Тот Амур Дальнего Востока То Он Классический А Здесь 140 Грамм И Вот Гадай А Их Всю Эту Историю Последить Невозможно Ученых Нихрена Нет Этого Чем Они Там Занимаются 30 Лет 30 Граммовый Слив Оборачивали Который У нас Скажем Бабушки Вот Так И Рассуждаю Что Из Этого Будет Не Знаю Попробуйте Скажете У У Сот Таких Костик Есть Я Этих Ну Морил их Этим Чтоб Быстрее Созрели Знаете Как это Делается Плюс На Минус Так Беру Там Подвой Невзоров Ну В общем То Да Это Неплохо Потому Что Если Подвой Это Бывшая Культурная Или Полу Культурная Сорта У них Будет Хорошая Совместимость Раз И Они Худо Бедно Они Районированы Два Это Два Таких Плюса Великолепных Совместимость Плюс Районированность Замечательно Что я скажу Так Мы Что Закончили Что ли Вольно Невольно А пришлось Остановиться Потому Что Мы Закончили Вот Так Кому Бо Из вас Прицепиться Сейчас Так 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 Господи Сыптикары Там Так Все Ребята Будем Закончить Давайте Прощаемся До следующего Понедельника Раз Так Будем Надеяться Что Постепенно Все Перестроимся На рабочий Ласс За два И будем Заказывать Семена Черенки Привысим Ленту Вот Потом Саженцев Сергея Не выживет Сергея Питомник Значит Все Я не знаю Что дальше Дальше Тупик Если только Ирина Александровна Не подхватить Инициативу А кто Ей поможет А Грустная Тема Давайте Заканчивать Поедельник Встречаемся Снова Продолжим В том же Духе То есть Как там Это Хоть и говорят Война Войной Обед По расписанию Но я считаю Что Мы будем Воевать Дальше С таким Диким Невежеством Его нельзя Оставлять Без внимания Просто Больше Кроме Нас Никому На этом Я с вами Прощаюсь С наступившим Новым годом Будем Надеяться Что климат Нам не Помешает Вырастить Новые сады И тепло Плохо Сами убедились И морозы Плохо Вот Морозы Я уважаю Только Это 40 градусов Дальше Он нет До свидания Друзья Спокойной ночи Антон Валерьевич Пришлите Пожалуйста Спасибо за субтитры DimaTorzok